Дорогие друзья, приветствую вас! И сегодняшнее мое видео будет о тяжелой психологической обстановке, в которой вы все оказались. Почему я об этом знаю? Не только потому что я доктор, но и по количеству обращений в клинику, которые с 21 сентября участились, обостряются хронические заболевания у людей на фоне стресса. И важно здесь понимать, что действительно стрессовые ситуации вызывают, доказано это научно, обострение хронических заболеваний, особенно таких, как гипертоническая болезнь, но это в первую очередь мы сегодня будем о гипертонической болезни говорить, но и таких, как диабет, и таких, как онкологические заболевания и другие все хронические заболевания. То есть самая такая вот распространенная вещь, когда именно на стрессе все это обостряется. И, соответственно, видя все это, я понимаю, что ко мне в клинику обратиться могут далеко же не все. То есть не у всех есть финансовая возможность, не у всех есть возможность с точки зрения расстояния. Далеко живут люди от Москвы. Ну и помочь надо. И поэтому я решил записать данное видео, чтобы вам помочь. Чтобы вы понимали, что такое стресс, во-первых, с точки зрения физиологии. Знали механизмы, как стресс действует на организм. Почему же он? Как стресс? Я психанул, у меня все обострилось. Но это есть конкретный механизм определенный. И понимая этот механизм, вы уже будете понимать, как с этим механизмом работать. Удивительно то, что люди даже, которые знают меня давно, знают все мои методы, все мои теоретические подходы. И то они, сейчас общаюсь в клинике, простые вещи какие-то говорю, и мы же все знаем. Что-то мы раньше как-то это не складывали все в единое целое. И вот по этому мы сегодня поговорим. Первое, что нужно сказать сразу же, что когда происходит что-то во внешнем мире, такое вот серьезное, как сейчас, да, такое негативное, да, с негативным стрессовым таким воздействием на организм, человек, естественно, ему плохо становится, да, вот у него вот это все зажало, там, придавило его, там и так далее. Но он думает, что ему плохо именно вот от этой ситуации, и что ему станет хорошо, он автоматически себя программирует только тогда, когда эта ситуация закончится, разрешится. И сделать он с этим ничего не может, как он себе говорит и как все люди решают. Почему? Потому что нет знаний, нету знаний, которые бы могли бы человеку дать возможность. Ну, действительно, представьте, как было бы хорошо, да, если бы вы сейчас, вот кто находится в стрессе, могли бы раз взять и от него избавиться, и несмотря на всю ситуацию, находиться при этом с хорошим, с хорошим состоянием работы сердечно-сосудистой системы, да, с хорошим, более-менее таким приличным состоянием душевным, да, и все свои действия делать с холодной головой, там, и трезвым разумом, так сказать, да, и не получить осложнений, не получить каких-то обострений хронических заболеваний. Ну, как бы и так плохо, да, а зачем вам еще это? Логично же. Но из-за отсутствия знаний этого не происходит, и поэтому все люди, вот все, вот все плохо, пока хорошо не станет там, снаружи, мне лучше, как это, такое невозможно, так и так невозможно. И, соответственно, это далеко не так, потому что ситуация, которая возникает во мне, она действует на вас не напрямую, вот что прямо-напрямо конкретно, она вызывает физиологические реакции в вашем организме, которые вы, которые делают вам хуже, но которые вы не осознаете, банально не осознаете. И эти физиологические реакции, с ними можно работать. И когда вы с ними научаете, во-первых, осознаете эти реакции, когда я вам сейчас расскажу их, да, научаетесь с ними работать с этими реакциями, то есть убирать эти реакции, и у вас автоматически в душе воцаряется мир и покой. Так устроена биология организма. Убрали физиологические реакции, воцарился мир, покой, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, понимаете, даже более тяжелые, чем сейчас. Вот это нужно знать. И вот это самое важное, что нужно понимать, что работать надо, вот всё, вы почувствовали, плохо вам стало, всё, обострение пошли. Работать с физиологическими реакциями, тогда будет толк, будет результат. Всякая там психотерапия, успокоиться, что-то там осознать мозгами, что-то там себя уговорить, это всё не работает, потому что у вас физиология работает, которую вы не можете, вы не знаете, что она есть, и вы не можете ничего с этим сделать. Какие же реакции? Первая, самая, в принципе, она одна реакция, она вызывает просто как бы три разноплановых эффекта. Что такое реакция стресса? Мы биологические организмы, и мы реагируем как биологические организмы, по-другому мы не можем реагировать. Вот в природе, в дикой природе, таких стрессов, как у нас сейчас, социальных, их нет, да? Но там есть другой стресс, нападение хищника. И на этот стресс все наши физиологические реакции настроены природой. И любой стресс социальный, он всегда будет идти по этой схеме, как будто на вас нападает хищник. И тогда у вас включаются все эти физиологические реакции. Вот так вот организм реагирует. И первое, что он делает, это вжать голову в плечи, спрятать ее. С плечи поднять, голову вжать. Все. Идет напряжение мышц шеи, глубоких мышц шеи, идет напряжение плеч, плечевого пояса, трапециевидных мышц, и человек как бы как панцирь становится, да? Он все дубеет, шея дубеет. А в шее, как многие знают, но кто не знает, скажу, проходят глубокие позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Давайте напишем даже, да? Первая реакция физиологическая, это спазм шеи, ну и там трапециевидных мышц, вот это все верхушки. Почему? Потому что хищник хватает за горло, когда нападает, и нужно убрать сонные артерии и позвоночные, чтобы хищник их не перегрыз. И поэтому мы всегда так реагируем, на любой стресс. Чем сильнее стресс, тем больше будет зажим и спазм в шейном отделе. А что это провоцирует? Это провоцирует гипертонический криз. Почему? Да потому что нарушается питание мозга. Через позвонки проходит позвоночная артерия, которая доставляет кровь к мозгу. Если шея зажимается, дубеет, напрягается, то вы получаете недостаток кислорода в головном мозге, и мозг в ответ на этот недостаток заставляет сердце резко поднять, или не резко, плавно поднять, но высоко поднять давление. Таким образом возникают гипертонические кризы, обострение гипертонической болезни, которыми я в основном занимаюсь в своей клинической практике. И вот это все происходит именно из-за этой физиологической реакции. Как с ней работать, с этой физиологической реакцией? Ну, я уже сказал, да, многие обращаются в клинику ко мне. Кто имеет такую возможность? Это, конечно, люди с хроническими заболеваниями, достаточно тяжелые, гипертоники в основном, диабетики. И они сами не могут себя никак помочь, тяжело им. И в клинике мы это делаем. Что мы делаем? Мы в клинике глубоко проникаем в шею, продавливаем эти все мышцы и снимаем спазмы с этих глубоких мышц, позвонки корректируем, чтобы восстановился кровоток мозга. И человек прям хорошо ему становится. То есть вот этот камень с души упал. Он говорит, ой, как будто мир весь там расцвел. Ну, кислород пришел в головной мозг, и человеку хорошо стало. Но этого же эффекта можно и добиться и в домашних условиях. Ну, не такого, конечно, выраженного клинического, но все равно хорошего. С помощью моей гимнастики. Есть общеизвестная моя гимнастика для шеи, которая одна из самых популярных гимнастик в принципе в интернете, которая есть. Если вы еще ее не знаете, найдите в интернете гимнастика доктора Шишонина. Ну, ссылку мы дадим под видео. И занимайтесь этой гимнастикой для того, чтобы убрать вот эти все зажимы, чтобы восстановился кровоток. Как еще можно? Самомассаж. Вот это даю, вот бесплатные советы, да, вот что делать, как себе помочь. Самомассаж. То есть разминать себе шею грубо достаточно, сильно, больно, чтобы вот эти блоки, все зажимы размять, убрать. Вот здесь вот это все промять. Или друг другу в семье вы можете. Шею-то там особо, конечно, трогать нежелательно сильно, друг другу, потому что можно свернуть. А вот эти трапеции вполне можно прям так хорошенько размять, чтобы зажимы ушли рефлекторно. Вот одного этого уже станет вам намного легче. Как только хоть чуть-чуть кровоток мозга усилится, вы почувствуете вот это вот какое-то вот облегчение, понимаете, как будто вот отшептали, как будто вам, понимаете, вот это вот будет ощущение. И эти же способы, гимнастика для шеи и так далее, они снижают давление, потому что кровоток мозга улучшается. Вот это, что касается первой физиологической реакции. Вторая физиологическая реакция — это, ну, хищник же нападает, да, природа же, хищник нападает. Значит, нужно начать активно двигаться. А прежде чем начать активно двигаться, надо включить дыхание, сделать набор кислорода больше. То есть учащается дыхание, учащение дыхания. То есть увеличение частоты дыхания. Что происходит, когда учащается дыхание? Из организма вымывается углекислый газ. То есть вы его выдыхаете, меньше его становится. Организм так устроен, что чем меньше углекислого газа, тем будет больше спазм капилляров. Понятно, да? То есть уменьшается СО2 в крови, из-за этого спазмируются капилляры. Так устроен организм, таково устройство наших артериевол, маленьких сосудиков. Они сжимаются из-за этого. Поэтому в природе-то как? Участилось дыхание, и ты побежал от этого хищника, да? А мышцы вырабатывают СО2. Поэтому когда человек активно бежит, куда прям слишком активно, то у него количество СО2 в организме остаётся нормальным, даже больше становится. Поэтому дыхание ещё чаще-чаще, нагрузка идёт, чтобы его выдохнуть весь, углекислый газ. А когда вы же не знаете об этом, понимаете ничего. И у вас вот это всё зажало-пережало, и у вас дыхание пошло. Капилляры все сжались, нижнее давление попёрло. Потому что от капилляров зависит нижнее давление. От шеи зависит верхнее давление, а вот от этого СО2 зависит нижнее давление. Нижнее. Ну там 120 на 80, да? 120 это от шеи, как сердце будет работать, как мозг его заставит сокращаться. А от капилляров зависит нижнее давление. То есть как они сократятся и будут держать в системе. Это когда сердце расслаблено. И вот у вас всё это. Руки холодные, ноги холодные, всё вот это стресс, холодный пот, всё, вот оно пошло. Нарушается метаболизм, нарушается питание внутренних органов. Если у вас заболевание печени, все эти капилляры сожмутся в печени, печень будет плохо работать, обострятся все хронические болячки. Поджелудочная железа у вас пострадает, значит, там пойдут проблемы. Диабет и так далее, да? Панкреатиты хронические обостряются и так далее. Больное сердце у вас, значит, капилляры сожмутся в сердце, и сердцу будет плохо. Ну и так далее, и так далее. В мозге проблемы, там, нарушение кровоснабжения и так далее. Значит, кроме того, что шея пережмёт, ещё и капилляры сожмутся. И вообще будет. Ну, как говорится, хорошего мало. Поэтому получаются инсульты там ишемические, да, когда не хватает кислорода в голове и так далее. Шея пережата и дыхание учащённое постоянно у человека, и всё. Вот, ну, на стрессе. И всё, у него в мозгу крови не хватает, все сосуды пережали, всё, инсульт. Вот, ну, или инфарк, да, про сердце я уже говорил. Вот откуда они берутся. Вот она вся физиология, я вам по цепочке это всё рассказываю. То есть нужно научиться понимать, что у вас дыхание-то участилось, стало более поверхностным, и на это воздействовать. Ну, есть способ воздействия, такой профессиональный, да, это мой видеокурс, гимнастика дыхательная, дыхательная гимнастика, секреты правильного дыхания, называется. Но ссылка будет под видео, там, на эту дыхательную гимнастику. Кто захочет более подробно освоить, пожалуйста, переходите по ссылке и занимайтесь дыхательной гимнастикой. Ну, а простой совет я дам тоже, чтобы вы могли прям сходу делать. Что нужно? Повысить количество углекислого газа. Для этого применяем простое дыхание. То есть делаем вдох глубокий, на выдохе задержка. 5-10 секунд там, пока вот вы не почувствуете, что у вас уже не хватает кислорода, и надо вдохнуть бы, да, и вот вы потом вдыхаете. Вдохнули, задержали на это же количество секунд. Потом выдохнули, опять задержали на это же количество секунд, пока у вас вот нехватка этого, не возникнет кислорода. Таким образом, вы накапливаете углекислый газ очень быстро, в течение 5 минут, 5 минут в день достаточно. Ну, можно 2 раза в день, утром, вечером. У вас насытится организм углекислым газом, откроются все капилляры, станет вам намного лучше. А если вы перед этим еще сделаете гимнастику для шеи, так вообще будет хорошо. И, соответственно, избежите вы обострения всех этих хронических заболеваний. Вот такая простая методика. То есть вдох, задержка, считаем сколько секунд, пока вот не станет вам уже нехватка, да, нехватка – это ключевой момент. И все, и вы не так вот, такая нехватка, что вы там и отдышаться не можете, а вот такая легкая, да, и вот вы потом вдохнули, и у вас еще такое же количество секунд на вдохе, но это легко, выдержите уже. И потом выдох, и опять держим. И так 5 минут сосредоточено. Эффект потрясающий. Просто это физиология, понимаете, она работает четко. Вот, ну и что надо еще понимать? Хищник нападает на вас, да, вот это. А у нас хищник-то не нападает, то есть социальное вот это вот, а-а-а, все вот это, да, и все, плохо вам. Боитесь вы, там, переживаете, там, трясет вас, да. А организм-то воспринимает это, как будто хищник нападает, и вся физиология пошла работать. Что нужно? Надпочечники выделяют огромное количество адреналина, ну, норадреналина. Для чего? Для того, чтобы вы побежали от хищника, то есть начали двигаться, включили движение, а никто же этого не знает, что на стрессе надо много двигаться. Все думают, какой стресс, у меня плохо, я хронически больной, пойду и полежу, все, отдохну, вот, может, мне лучше станет, да, СО2 нету, дыхание учащенное, шея пережата, капилляры все зажаты, да, все, еще не двигается, норадреналин, там, шпарит у него, понимаешь, еще сильнее сделает зажимы капилляров, всего там, все вообще. И вот этот адреналин нужно утилизировать, как бы сжечь его мышцами, ну, по-простому уже так, без биохимии сложной, объясняю вам. И у организма включается вот это вот, надо куда-то бежать, надо что-то делать. Как же вот даже актеры в фильмах, когда вот фильмы снимают, актеры, они неосознанно, неосознанно, вот этот сильный стресс, если они играют здорового, энергичного человека, он начинает ходить, там, о, из угла в угол, там, бегает туда-сюда, там, все, вот его прям, вот что-то движение какое-то идет, да, а уже человек с хроническими болезнями, да, он уже, ну, и вообще никто об этом не знает, я вам так воедино связываю вот эту всю борьбу со стрессом сейчас вот впервые. Ну, потому что ситуация такая, что просто надо помочь людям. И нужно двигаться, то есть запускается активное движение, активность. И вы должны понять, что если вы эту физиологическую реакцию не отработаете, то она отработает против вас. адреналин вы не утилизируете, он никуда не денется, он выделился для того, чтобы вы активно двигались. Поэтому, что я рекомендую? Прогулки быстрым шагом, быстрым темпом на улице в периоды стресса в час-два в день минимум. Прям быстрым, не просто вот так гуляю, а именно как целенаправленно вы куда-то идете, как вот этот вот актер, который из угла в угол ходит на стрессе, да, про которого я говорил. Потому что таким образом только лишь вы не просто избежите вот этих обострений, последствий и так далее, вы таким образом еще и улучшите свое состояние здоровья. Есть у меня для тех, кто вот хочет прям совсем круто, чтобы вот совсем крутой инструмент, это называется психодинамическая ходьба. Что это такое? Это видеокурс, который, это мое изобретение, да. Во время активной ходьбы в течение часа я иду и одновременно даю психотерапевтические настрои для вас. Так и называется курс психодинамические прогулки. И, соответственно, вот эти прогулки, ссылочка будет под видео на психодинамические прогулки, как раз это такая динамическая психотерапия получается. В наушники вставили, там 6 прогулок на 6 дней в неделю и разные виды психотерапевтического воздействия идут. Ну, это, конечно, очень профессиональный такой мощный курс, который дает хороший эффект. Но это для тех, у кого есть возможность финансовая, в смысле того, чтобы приобрести и заниматься. А так, в принципе, просто ходьба, вот хорошую музыку вставили и все, пошли там наушники или с хорошим собеседником, неважно. Что еще хочу сказать, пользуясь случаем таким, раз про ходьбу я говорю, про движение. У нас 8 октября состоится в парке 50-летие октября прогулка с доктором Шишонином. Это уже традицию, я такое как бы движение начал в юго-западном округе, и сейчас вот уже в парках, в филях было у нас там. В основном мы ходим Ясенево-Коньково-Теплый Стан, а вот 8 октября будет в парке 50-летие октября. Записывайтесь по ссылочке под этим видео, будут ссылочки на все это под видео, и там записывайтесь, приходите на эту прогулку. Там уже будем с вами общаться, гулять там и все это обсуждать. Вот, значит, ну, надеюсь, что, в общем-то, вам понятно, да, я изложил это все, то есть осталось только применять. Будете вот это применять, нехитрые, нехитрые вот эти вот моменты, да, шею за ней следить, да, дыхание, как я научил вас, или дыхательной гимнастикой, вот, и движение, движение, ходьба там, или психодинамическая ходьба, то вы заметите, что буквально с первого дня, буквально с первого дня вы окажетесь вообще в другой, вот просто кардинально другой ситуации, чем вы были до этого. Куда-то уйдут все стрессы, как рукой у вас снимет вот это душевное внутреннее напряжение, которое вы думали, что, ну, никак его не снять, там, надо там антидепрессанты пить, и даже они не помогают многим, большинству в таких ситуациях не помогают. Спать вы начнете, хотя не могли спать. Вот что такое великая вещь физиология человеческого организма и возможности организма работать с этой физиологией. Это величайшая вещь, которую надо использовать, использовать для себя, а чтобы использовать, надо знать, и, надеюсь, у меня получилось, эти знания очень важные, очень своевременные к сегодняшнему дню, вот вам сегодня донести. Что еще? Уже в самом, почти, ну, в самом конце нашей беседы я хочу сказать. У всех есть дети, внуки, там, и так далее. И так устроена природа, что они считывают информацию с вас. Если вы, ну, вам плевать на себя, там, я вот буду в стрессе, я буду лежать, там, переживать, вот все, все, бегайте вокруг меня, все мне плохо, там, да, или даже не бегайте, просто буду лежать, потому что вот я, вот, вот, везде плохо, и пусть мне тоже будет плохо, все, все, буду лежать, болеть. То вы должны понимать, что у вас есть близкие люди, которые на вас смотрят и считывают с вас информацию. Если вам плохо, то и они будут попадать волей-неволей, так устроенной природой. Младшее поколение смотрит на старшее. Я смотрю на своих родителей, если они в негативе и так далее, как бы я ни хотел, какой бы я ни был там просвещенный доктор, у меня обязательно, в обязательном порядке, все это будет все равно срабатывать в негатив. И потом мне эти реакции нужно убирать. Мои дети смотрят на меня, в каком я состоянии, да, если я буду в негативе, они тем более будут в негативе находиться. Вот это надо понимать, что ответственность-то на вас, не только за вас, а за всех членов семьи. И чем старше вы, тем больше членов вашей семьи на вас смотрят. И вы должны это понимать. Научиться самим вот с этой физиологией работать и научить их работать с этой физиологией. Тех же детей, которые хоть что-то еще, которые не соображают еще дети, они еще не считывают, а которые уже лет 7-7, они уже начинают считывать. И их можно научить дыханию, можно рассказать им в шутливой форме игровой про эти физиологические реакции, про которые я сейчас вам рассказал. Я же вам как детям рассказывал, да, на вас нападает там этот тигр, бежите вы там, ну чтобы вы поняли. Вот так же и расскажите детям. Они на вас смотрят, они считывают, они будут знать на всю свою жизнь оставшуюся вперед. Это ценнейший инструмент. Вы им вобьете это в голову, и они будут знать это уже, как это будет, как дважды 24 для них. Если вы будете использовать сами и говорить вот так, 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 так и так, учите своих детей. Ну и если уж совсем там ребенку плохо, есть у нас и детское отделение в клинике, тоже мы там детские шеи можем лечить и так далее. И много детей сейчас, к сожалению, тоже страдает шеями. Ну об этом я отдельную книгу написал, называется она «Учебник для родителей». Там и родовые травмы и так далее. То есть, ну, в общем, что еще тут сказать? Вот ответственность на вас, друзья. Как вы не хотите, вы же не один живете, как сферический конь в вакууме. Вот о детях нужно позаботиться. И позаботиться не просто там «Ой-ой-ой-ой-сю-сю-сю-сю-бу-бу-бу-па», дать знания. Дадите знания, дадите навыки. Вот это будет естественно, вот это будет самый золотой вклад в будущее ребенка. Это важнее, чем образование. Знания о своем теле важнее, чем образование, о здоровье, о вот этих всех механизмах, чем образование, чем какая-то карьера и так далее. Это потому что даст ему огромные преимущества социальные на будущее перед другими, у которых это не будет вшито в голове, как говорится. Ну и еще раз повторюсь, обращаясь к старшему поколению, вот люди моего поколения смотрят на вас. Мы с детства на вас смотрели и сейчас смотрим. Дайте нам положительный пример. Не надо думать, что… Я даже не знаю, как это объяснить. По природе мы так и остаемся детьми до тех пор, пока старшее поколение не умрет. Потом ты уже типа взрослый становишься. А пока старшее поколение живое, есть на кого смотреть, поколение, которое за ним идет, оно все равно как ребенок. И поэтому нужно тоже это понимать. И очень большая ответственность лежит в этом плане, в социальном плане, на пенсионерах, вот на этой старшевозрастной группе. Пожалуйста, знания эти применяйте и делитесь с молодежью, потому что это очень эффективно. И, естественно, попрошу вас отметить это видео лайком и поделиться с людьми, потому что людям такая информация сейчас крайне необходима. Не зажимайте информацию, как говорится, только у себя, поделитесь обязательно. Ну и хочу что еще сказать, что все, кто меня знают, надо вам помнить, что я всегда с вами, я вас всегда поддерживаю и всегда, как говорится, готов оказать помощь физическую, психологическую, как сейчас, физиологическую даже, как сейчас, и чтобы помочь людям, потому что это мое призвание помогать людям, особенно вот в такие моменты. Будьте здоровы. Мужчинам крепко жму руку. Девушек всех люблю, целую. С вами был ваш доктор Шишонин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok